Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Недавно я узнала новый способ моделирования ногтей, при котором они тонкие и железобетонно-прочные. В этом видео будем вместе с вами проверять, действительно ли они столь крепкие. Будет интересно, смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал и поехали! Такие у нас сегодня ногти. Вы их могли увидеть в одном из прошлых видео, моделировали на верхние формы выкладной аквариумный френч. Прошло около месяца, моя модель самостоятельно убрала длину, отлично с ними проходила, потому что многие боялись, что такие ногти не проносятся, отслоятся в зоне кутикулы, но в основном они продержались отлично. Да, было несколько отслоек, по причине того, что были, видимо, небольшие затеки, но в целом все прекрасно. Снимаю практически полностью материал до тонкой-тонкой подложки, а ее затем доработаю пилкой. Подравниваю свободный край, полностью его не убираю. Шлифуем поверхность, приподнимаем чешуйки натурального ногтя, сглаживаем старое покрытие. Делаю длинные движения слева направо в одну сторону. Подготовим кутикулу перед моделированием. Приподнимаем ее алмазной насадкой пламя диаметром 0,21 с красной насечкой, так как кутикула у моей модели тонкая. Подготавливаю ее к комбинированному маникюру и срезу. Срезаю единой полосочкой ножницами с колечками. Дорабатываем заусенцы и ногти готовы к моделированию. Я буду использовать верхние формы балерина. Примеряем форму к натуральному ногтю. Если где-то не совпадает по линии улыбки, можно подрезать ножницами. В таком случае нанесение материала в зоне кутикулы будет более аккуратным. Не будет так много выливаться его под кутикулу, образовывая затеки. Режу не кончиками ножниц, а задней их частью. Там, где лезвие более широкое. Форма должна плотно закрывать боковые стороны, чтобы от точки в рост до свободного края шла прямая линия. Сразу подобрала формы на все пять ногтей. Теперь обезжириваем и наносим подготовительные препараты. Бескислотный праймер на всю ногтевую пластину. Тонкий слой липкой базы, которая будет давать хорошую сцепку с гелем. Отправляем лампу на просушку. Для работы буду использовать гель прозрачно-бежевого оттенка. И промазываю форму тонким слоем. Да, мы не будем использовать акригель, как обычно делают при моделировании на верхние формы. Поэтому ногти гелем получатся тонкие, аккуратные, без лишнего объема и вытекания материала с внутренней стороны. Просушила в перевернутом состоянии. Снова промазываем тонко гелем с небольшим объемом. И теперь секрет железобетонных ногтей. Это использование стекловолокна, стеклониточек. Это специальный материал для ногтей, который очень прочный и держит хороший каркас. Поэтому, несмотря на тонкие слои геля, ногти должны получиться прочными. Предварительно раскатываем стекловолокно по ширине ногтевой пластины. Накрываем его гелем. Пропитываем хорошенько, чтобы стекловолокно стало прозрачным и его не было видно. При работе со стекловолокном необходимо соблюдать мир безопасности. Это работа в перчатках, в маске, для того, чтобы частички стекловолокна не попадали на ваши руки. Потому что может быть эффект колкости. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Продолжаем работать также с другими верхними формами поочередно. В это время клиент наш сидит, отдыхает, ничем не занимается. Мы подобрали форму под его ногти, а мастер работает, трудится, корпит, выкладывает стекловолокно. Работает, честно скажу, не очень удобно, потому что некоторые волосинки топорщатся. Можно попасть на свои перчатки гелем, как-то перепачкаться. Не очень аккуратная работа. Помню свой первый опыт работы со стекловолокном. Я просидела очень долго, но делала ногти при помощи базы из стекловолокна. И ногти реально получились очень прочными. Модель проходила без единого слома целый месяц. На одном из ногтей я решила попробовать другой материал. Это переплетенное стекловолокно, стеклоткань. Оно бывает по форме миндаль или просто единым кусочком. Вырезаю подходящий мне размер. Также форма балерина. У меня тоже есть отдельное видео на канале по работе с такой стеклотканью. Тогда я намучилась с этим материалом. Больше его не применяла, положила в данный ящик. А здесь подумала, может быть, оно лучше подойдет, чем обычное стекловолокно. Но оказалось, что нет, потому что ткань более жесткая. И начинала топорщиться, приподнимаясь. Приходилось прижимать ее пинцетом к поверхности. Но все равно она приподнималась. И из нее намного больше выступали торчащие волоски. Перед просушкой в лампу также придавливаю ткань. Но уже после просушки увидела, что все-таки остался пузырик. Как хорошо, что потом я буду покрывать цветом. Процесс недолгий и небыстрый. Для меня намного быстрее поставить обычные бумажные формы и нарастить ногти. Но вопрос, будут ли они такими прочными, как эти. Излишки стекловолокна срезаю и перекладываю на другой ноготок, чтобы не было лишних отходов. Вообще способ достаточно любопытный. Кто-то из вас сработает стекловолокном, интенсивно применяет его на клиентах? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Самый интересный момент, когда подключается наш клиент, мы устанавливаем верхнюю форму на ноготь, плотно прижимаем. И я увидела в интернете такую конструкцию, где на специальный держатель для телефона крепится лампа-трубка. Подношу к ней, для того, чтобы моя модель ее не держала или мне как-то было неудобно. Все очень здорово получилось. Зафиксировали. С внутренней стороны убираем излишки, протягиваем и отправляем в основную лампу для просушки. После просушки поджимаю ногтевую пластину при помощи тонкогубцев. Это специальный инструмент с гладкими боковыми сторонами. То есть это не строительные тонкогубцы, а именно предназначенные для поджатия ногтей. И формочка с легкостью отходит. Да, по поверхности получается все очень ровно. И действительно, потрогав, меня поразила прочность этих ногтей. Они абсолютно никак не гнулись. И правда очень прочные. Продолжаем работать конвейером с каждым ногтем. В этой технике обнаружился сразу минус. Это отсутствие боковых стенок. Возможно, предотвратить эту ошибку, взять размер верхней формы побольше, пошире. Тогда боковые стенки будут на месте. Но я взяла размер такой, как при работе в обычной технике верхними формами. Поэтому мне пришлось тратить время на докладку этих боковых сторон. Форма у нас будет балерина. Поэтому на свободном крае мне не так важна докладка из материала. В целом, меня вообще расстраивает ситуации, при которых не сразу получается идеальный результат. А нужно что-то докладывать, поправлять, перепиливать и так далее. Мне, конечно, нравится сразу четкая выкладка, чтобы совсем было минимальное пило. Все окончательно просушиваем. Снимаем липкий слой. Теперь опиливаем около кутикулы тонкой твердосплавной фрезой с синей насечкой. Убираю все натеки, делая ровный переход. Не попадаем на кутикулу, чтобы не размахлить маникюр. Теперь приступаем к подравниванию формы. Делаю боковые стенки на заужение, как будто бы в форме миндаль. Но свободный край перпендикулярен центральной оси. Прохожусь в зоне кутикулы, сводя переход на нет. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сокрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Внимательно опиливала в зоне точек в роста. Как хорошо, что я все-таки не поленилась и доложила материал, потому что его бы там просто не было. Переворачиваем и выпиливаем излишки с внутренней стороны. Их совсем немного здесь, но тем не менее, чтобы было ровно и ничего не мешало моей модели. Во время опилы нижних параллелей важно заводить пилку под ногтевую пластину, тогда она получится ровной, без ступеньки. Но указать нам все-таки получился воздушный пузырик в зоне кутикулы, поэтому его также убираем пилкой. Закончили с опилом, полностью обезжириваем с верхней и внутренней стороны. У нас будет очень необычный, я бы сказала яркий и эпатажный дизайн. Все ногти у нас будут разными. Указательно покрываем молочным цветом, плотно, в один слой. В зоне кутикулы аккуратно прокрашиваем тонкой кистью и отправляем на просушку. Сначала наношу втирку на перчатку, втираю в ногтевую пластину. Затем для большей зеркальности срезала кончик у перчатки и втираю уже своим пальчиком. На среднем у нас покрытие в два слоя пастельно-бежевого оттенка. На безымянном прокрашиваю молочным оттенком. Делаем такое треугольное прокрашивание, помогаю себе тонкой длинной кистью, чтобы линии были ровными. Снимаем липкость и также выполняем втирку. В зоне кутикулы у нас поверхность заматирована пилкой, поэтому туда втирка не прилипает. И ноготь остается просто камуфляжным. Мизинец покрываем этим же молочным гель-лаком. Сушим и на остаточную дисперсию прикрепляем поталь золотого цвета, несколько крупных фрагментов. Теперь поверху наносим гель-лак белый, смешанный с топом, чтобы получился полупрозрачный оттенок. Растушевываю границы нашего мрамора. Отправляем лампу на просушку. Очень интересный эффект, потому что полупрозрачный белый перекрывает поталь, и она слегка проглядывается. Плотным белым прорисовываю тонкие линии. На среднем выполним объемную инкрустацию. Для этого под каждый стразик ставлю каплю базы и выставляю их в нужный мне порядок. Предварительно я разместила на бумажке композицию, согласовала ее со своей моделью. Так намного проще, чем придумывать по ходу на ногти. Поставлю все камушки и отправляем на просушку. И на безымянном, там где у нас треугольная луночка, также будут стразы. Обращаю внимание, что я не просто покрываю объемно ноготь базой, для того, чтобы закрепить камни, а ставлю базу точечно. Таким образом, вокруг страз не будет лужи из материала и намного аккуратнее выглядит. На большом ногте мы сделали точно такой же дизайн, как и на мизинце. Перекрываем все топом. Да, конечно, такой дизайн не для всех. При своих пастельных оттенках он достаточно яркий, потому что здесь и втирка, и стразы. Но мы хотели добиться именно такого эффекта. А соответствующая длина позволит нам проверить, рабочий ли способ на столько листиковолокнов гелия прочные. Стразы топом не перекрываю, обхожу их вокруг, чтобы они не потеряли свои грани. Помогаю тонкой кистью, промазывая топом вокруг них. Что считаете? Дорого-богато или все-таки красиво? А мне понравилось. Наш результат? В целом, им я довольна. Конечно, не думаю, что буду применять абсолютно всем клиентам такой способ. Для меня это долго и неудобно. Думаю, такой способ отлично подойдет клиентам, которые активно работают ногтями, вечно куда-то ими врезаются, трут сковородки, я не знаю, что еще делают. Но бывает такой ряд клиентов, которые их ломают. Напишите мне в комментариях, что об этом способе думаете вы? Будете ли его применять для своих клиентов? Желаю вам удачных проб, попыток. Всем успехов. Пока-пока.